Всем доброе утро! Ой, ну что, мы приехали в поселок Заворский, потому что муж здесь работает. Меня кто-то спрашивала, как же муж, он же работает в этом поселке. Ну как, вот, решили, что я буду его возить. Я пока осталась в машине, что-то я ему пока не помогаю. Он быстренько знает, что, чего, как ему делать. Он убирает остановки, начинает. Вот эта остановочка с этой стороны. Чистенько тут. Все, я проверила. Я проверила. Так, и еще одна остановка в ту сторону. Вот он сейчас, наверное, где-то там убирается. А что-то тоже не видать. Вот эта остановка. Что-то его не видать. Значит, он уже вот здесь мимо прошел, пока я тут с Ксюшей разобщались мы. Вот, он, наверное, прошел потом, потому что вот он по этой тропинке идет, вот сюда, 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 сюда. Вот здесь идет, здесь подбирает всякие бумажки. А нет, вон он идет. Тоже прибрал уже еще одну остановочку. Вот, видите, подбирает, наклоняется. Все, видите, какая работа у него на свежем, чистом воздухе почти. Вот, ну, а я пока сижу в машине. Он сейчас пройдется здесь по Заволжью. Не знаю, за сколько времени, особо тут не грязно смотрю. А я пока посижу в машине. Потом будет снег, так буду ему помогать. А так он быстрее сейчас пролетит. Может, потом и буду помогать ему. Так, что тут за машина? Подъехала еще какая-то машина. Тут у нас автобус, возят детей в школу. Школы у нас здесь нет, поэтому возят. Только до четвертого класса школы. Ладно, он машет рукой, что пошел туда. Нет, пошел сюда. Видите, он идет с телегой. У него там, как говорится, этот мешочек. Все, он подбирает мусор весь. Или сюда пошел. Нет, сюда пошел. А может туда. В общем, у него свой тут идет. Как он путь делает по-своему. Так, тут у нас овощной ларек. Что-то он строится и строится, и расстраивается. Был маленький ларечек овощной. Просто овощной. Сейчас он уже такой домино построили. И вот здесь что-то строят у нас. Работал магазин наш мясной. Поработал буквально полгода. И закрылся. Нерентабельный, по-видимому. А вот здесь что-то какой-то опять ларечек тоже строят. Не знаю, что тут расстраивает. Ну ладно, я посижу пока в машинке. Подожду его. Посмотрю что-нибудь. Поредактирую видео. Чем-нибудь займусь. В общем, вот так вот. А, вот он что. Так я поняла, ты же мне махнул. И ты же... А что тебе, с тобой надо идти? Нет, нет, я спросил, думаю, вдруг скажет, что меня не взял. Взял. Мама ли, я тут забастую. Тебе тут паршюты. Ну ладно, я сюда. А, ну ладно, да. Давай, я пошел. Тут, наверное, минуту. Забастовать собирается, видите. Забастовать собирается. Да? У тебя тут в течение часа, да? Ну, наверное, быстрее. А. Сейчас, вроде, немного. Ну, так и будем ездить два раза в неделю тогда. Не три раза, а два раза в неделю будем ездить. Две ночи мы переночевали у дочери. Вчера опять пришлось отключать насос. То есть водичкой пользуемся мы из ведер. Бедро набирает муж воды. Бедро стоит с водой в ванной. И ведро стоит на кухне. Ну и вот так вот булькаемся. Не знаю, вчера Сашка звонил по электричеству. Поэтому я говорю, да ты ругайся хотя бы. Ты хотя бы там скажи, что мама с тремя детьми здесь будет жить зимой. Как жить-то? В общем, там как будто бы трансформатор, который общий, некачественный. В общем, его надо доделывать. Если вот посмотрю октябрь, как дальше будет, пообещали приехать электрики по этому трансформатору. Но пока ничего, никого. Сегодня опять перебои. А там еще и стабилизатора нету. И поэтому надо покупать стабилизатор. В общем, предстоят расходы. Ну ладно, что делать-то. Дом наш издан. Будем сейчас обустраивать и вкладываться в этот дом. Чтобы посмотреть, как мы зиму проживем. А сейчас мы поехали в магазин. Надо посмотреть и приобрести еще и генератор. На всякий случай. На такой вот непредвиденный какие-то случай. Сейчас стою, видосик снимаю, пока у меня муж тут пошел работать. Подходит ко мне мужчина. Местный здесь, по-видимому. Ну, не по-видимому, а мы уж разговаривали, что он местный. Вы, говорит, с 29 региона, смотрю, приехали. Я говорю, да, приехали с 29-го с Архангельской области. Мы там жили. А у меня вон там знакомый стоит, торгует у десяточки. Типа того, что он тоже с 29-го. Пойдемте, я вас познакомлю. Я говорю, пойдемте, прогуляйтесь. Я говорю, ну ладно, пойдемте. А мне как раз в десяточку надо было зайти в магазин. Пока, думаю, муж ходит. Магазин уже открыт. Пойду, думаю, прогуляюсь, посмотрю. Мы в основном отовариваемся, отоваривались в этом магазинчике. Ну, и думаю, все равно мы сюда будем и ездить. Потому что тут часто акции бывают. Мне больше он нравится. Ну, и пятерочка. Хотя пятерочка у нас там рядышком в трех километрах. Тоже выстроена. Недалеко в поселке. В большом поселке от нас недалеко он который. Ну, ладно, мы подошли, разговорились. Я говорю, ой, а вы торгуете? Приехали тоже откуда? С Архангельска и вот торговлей занимаются. Хотя сами на пенсии уже и занимаются торговлей. Но мне интересно все. Ведь я ведь такая любопытная тоже, Варвара говорит. Что, как у вас получается? Все нормально? Все хорошо? Торговля идет? Да, торговля идет. Ездит в Москву он за товаром. Ларгус у них такая машина. Типа комби с задом, с большим. Ну, кто знает, знает, что я тут объясняю, да? Какая это машина? Многие знают, что это за машина. Ну, ладно. Вот. Про пенсию тут тоже друг с другом поговорили. Какая пенсия? Какую они на севере заработали? И вы знаете, что-то маленькую он заработал. Пенсию. Я даже удивилась. Хотя Архангельс тоже приравнен к Крайнему Северу. Вот. И, ну, так как он не доработал. Уехал сюда, в Ярославль. Четыре года он не доработал, по-моему, до пенсии, что ли. Ну, вот сейчас это, в это время, сейчас он уже ездит и торгует вместе с женой. Жены что-то не оказалось. Я не видела. Может, куда-то она ушла, отошла. Жены не было в это время. В общем, время вот так вот я провела сегодня. Сейчас уже где-то и муж должен быть. На подходе. Ну, и сейчас мы поедем туда, не в центр, а в наш Заволжский район, магазин. Поедем, съездим в ДНС. Потом съездим в, как называется-то, магазин Аврора. Нет, не Аврора. Ну, где там все для сада, огорода, для дачи, для строительства. Большой магазин у нас недавно открылся. Ну, года два назад. Сейчас туда съездим. Вот этот генератор посмотрим. Линолеум нам надо посмотреть в этом, как сказать, в домик. Линолеум у нас еще в комнату не куплен. Посмотрим линолеум. Так что ж, вот такие у нас сегодня делишечки. Вчера я весь день прибиралась. Прибралась только в гардеробной. И вот немножко, не немножко, а чистила унитаз. И большую комнату немножко помыла. И это весь день у меня ушел. Приборки наводила чистоту в Ксюшином доме. Вот, как надо мне все это. Она попроще к этому относится. А мне надо более-менее так это, почище, чтобы было для меня. Ну, это уж что делать-то. Это моя прихоть. Поэтому она сказала, мама, тебе надо, ты прибирайся от тебя. Как надо, так и делай. Мне этого не надо. Меня устраивает так. В общем, вот так. Ну, что делать-то. У кого как, то чего. А я там буду сейчас жить. Значит, мне надо так. А там они уж действительно как хотят. Меня, конечно, бесит, раздражает это все. Но это мои проблемы. Правильно? Правильно. Вот и все. Так что, ладно. Наговорила, видосик сняла. Опять такой. Не про огород уже. Потому что огород уже как бы заканчивается. Но еще у Ксюши буду там заниматься огородом. Надо посадить чеснок. Надо чеснок этот еще почистить. У нее нечищенный. Но я ей сказала нечисти. Я сама буду это сделаю. Погодка будет хорошая. Сегодня действительно намечается чудный день. Солнышко с утра пригревает. Хотя я и в теплой шкурке. Но вчера было холодно. Вчера очень было холодно. Ветрище. И в такой курточке. Вся такая розовая. Я такая розовенькая. Нос чешется. К чему бы это? Ну ладно. Всем хорошего настроения. Всем позитива. Негатива. Не негативтесь. Не надо. Это ни к чему хорошему не приводит. А я такая стала. Немножко раздраженная какая-то. Ну вот эти вот. Создаю сама себе проблемы. Муж ругается. Муж ворчит. Одно и то же мне говорит каждый день. Меня нервирует. Я начинаю нервничать. Что ты мне каждый день одно и то же говоришь. Что вот зачем мы в этот... Как-то он сказал, выразился. В дом-то в этот не гнилой. А типа в дерьмовый дом переехали. Я говорю, что? Какой дерьмовый дом? Ты вообще про что? Ты как так можешь говорить-то такое? Это нормальный, хороший дом. Но то, что там такие жизненные условия, которые зависят не от нас, а от тех организаций, которые нам предоставляют ту же электроэнергию. Конечно же, я буду эмоционировать. Я буду туда звонить. Я буду туда ругаться. И вплоть до телевидения и до Путина, и до кого только надо будет, я буду все равно, как говорится, и звонить во все колокола. Потому что вообще о деревенских жителях совсем не беспокоится. Вы как хотите нахрен, там так и живите. Типа того, что так думают, что как хотят они, там так пусть и живут. Ну правильно, все с деревни уезжают, потому что не предоставляют нормальных условий. Зато мы денежки должны выплачивать по полной программе и как положено. Но это я уже опять эмоционирую, потому что я чувствую, что придется с этим связаться. Придется с ними ругаться, кричать и орать. И буду, буду. Потому что это не дело. Это совершенно не дело. Зима близится, они ничего не сделали. К зиме не подготовлены. Да и сам дом тоже не готов к зиме. Жить без стабилизатора. Когда такие перепады напряжения. Это что такое-то? Ну, у нас почему-то Саша об этом даже не думает. Хотя прожил, живет здесь постоянно. Выгнать его просто невозможно. Невозможно человека выгнать. Привязался как блоха, как вша. Прицепился. Денег мы не платим. Мы потому что все время денег у нас нет. Да какое мое дело, нахрен, что у тебя нет. Иди, бляха, работай. Я просто матами хочется ругаться, честное слово. Вот еще раздражитель для меня. Еще один раздражитель. И ведь живет там. Я пока не могу заплатить, потому что у меня нет денег. У тебя, бляха, и дага, и рука, и две руки, и чуть ли не четыре ноги есть. Так ты что, иди, работай. Человек не хочет работать. Просто-напросто. Ну, разведены вы уже. Так ты ищи себе жилье-то, пожалуйста. Покупай себе жилье. Ну, не способен на это. Он кредиты только способен брать, за которые тоже мы платить не хотим. А что еще расскажу про него? Буду рассказывать. Пока живет здесь, я буду про него говорить. Видите, негативно, конечно же, потому что позитива я от него никакого не ощущаю. Что-то делает, делает, ходит, что-то под это самое, подделывает, а только все это самое ломается, и все. Ну, как так мне подготовить дом к зиме? Ты мужик или кто? Или насрано? Честное слово. Ладно, все. Началась вроде с позитива, а как вспомню, так у меня начинается мандраж. Ну, вот как так можно жить и быть таким безалаберным? У тебя трое детей, двое точно твоих, один-то нет. Все, до свидания. Всем добра и позитива. Продолжение следует...